Руководители крупнейших компаний планеты постоянно сталкиваются с одним и тем же вопросом, как распорядиться собственным временем. И похоже, все приходит к одинаковому выводу, лучше всего посвятить его работе. Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Илон Маск трудятся не менее 70 часов в неделю, включая выходные. Но их амбициозные идеи, стремление стать лучшими и сверхчеловеческое трудолюбие окупаются, они стали одними из богатейших людей в мире. Каждый из них разработал собственные приемы, позволяющие наиболее оптимально использовать доступное время. От одинаковых серых футболок до ежегодного уединения в лесу, чтобы разобраться с бумагами, вот некоторые непривычные способы повышения собственной эффективности от трех миллиардеров. Марк Цукерберг стремится к простоте во всем, а любви Цукерберга к одинаковым серым футболкам и толстовкам сказано уже много. Эта привычка позволяет ему оставаться сфокусированным и тратить как можно меньше энергии на выбор одежды. Этот простой подход распространяется почти на все аспекты его повседневной жизни. 31-летний миллиардер и руководитель Facebook добирается до офиса не на дорогих немецких седанах, столь любимых директорами других компаний, а на скромной черной Акура. История восхождения Facebook в 33 фото о его дом в Пало-Альто лишен многих излишеств, которые так любят остальные миллиардеры. Это позволяет Марку максимально сконцентрироваться на работе. В прошлом году на встрече с инвесторами он сказал, «Я не чувствую удовлетворения от сделанной работы, если мое время уходит на глупые или несерьезные вещи. Я трачу всю энергию на создание лучших продуктов и услуг». Билл Гейтс контролирует электронную почту и устраивает неделю размышлений. В 2006 году в своем блоге Билл Гейтс написал, что обрабатывать электронную почту ему помогает простое решение, три установленных рядом монитора. Когда миллиардер был председателем совета директоров и главным архитектором программного обеспечения в Microsoft, ему приходилось отвечать более чем на сто сообщений в день. Сейчас к работе в корпорации добавились еще и филантропическая деятельность на посту сопредседателя фонда Билла и Мелинды Гейтс. Можно только догадываться, насколько возросло количество писем. Но вернемся к экранам, на одном из них отображается поступающая электронная почта, на другом сообщение, с которой полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Продолжение следует... Продолжение следует...